Какие проблемы могут возникнуть у пенсионера, если он пропишет в своей квартире нового жильца? В студентной практике есть немало примеров, когда пенсионеры, регистрируя в своей квартире того или иного жильца, например, родственника, получают в итоге серьезные неприятности. Разберем основные из них. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Проблема первая. Субсидию и компенсацию за ЖКУ пересмотрят. Согласно ЖКУ, право получать государственную субсидию на оплату коммуналки в связи с низким уровнем доходов предоставляется собственникам или нанимателям жилых помещений. Статья 159. При этом учитываются доходы всех членов семьи, постоянно проживающих вместе с ними. Органы соцзащиты ориентируются прежде всего на перечень лиц, зарегистрированных вместе с пенсионером по одному адресу. Аналогичное правило действует и при начислении компенсации за ЖКУ в связи с льготным статусом пенсионера. Например, инвалид, ветеран труда и так далее. По этому случаю, когда в квартире или доме появляется новый жилец с постоянной регистрацией, органам соцзащиты следует об этом незамедлительно сообщить, так как полагается перерасчет назначенных ранее выплат. И, как правило, перерасчет происходит вовсе не в сторону повышения субсидии или компенсации. Например, в квартире площадью 30 метров проживает пенсионер, ветеран труда. Он получает ежемесячную 50% компенсацию платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества из расчета на одного проживающего в размере 120 рублей по тарифу 8 рублей за 1 квадратный метр жилплощади. Например, после прописки сына компенсацию ветерану уменьшается до 60 рублей. А если не сообщить о новом члене семьи в соцзащиту, пенсионеру грозит взыскание переплаты из-за не вовремя сделанного перерасчета. Например, был случай в практике, когда пенсионерка даже не знала, что сын прописал в ее квартире внука. Правила позволяют оформить регистрацию ребенка по месту жительства его родителя, не получая на то согласия собственника жилья. Поэтому женщина не смогла вовремя уведомить в соцзащиту об изменении состава семьи. Однако суд не признал это уважительными обстоятельствами и взыскал с нее переплату компенсации за ЖКУ. Проблема вторая. Компенсацию за капремонт могут снять. По закону за счет бюджета компенсируются взносы на капремонт неработающим пенсионерам, которые проживают одни, либо в составе семьи из также неработающих пенсионеров или инвалидов 1 и 2 группы. Статья 169 ЖК «Пенсионерам старше 70 лет компенсируют 50% от норматива региональный стандарт нормативной площади, умноженный на минимальный взнос, а по исполнении 80 лет выплаты увеличиваются до 100%. Поэтому в случае оформления регистрации члена семьи, который не относится к числу неработающих пенсионеров или инвалидов 1 и 2 группы, пенсионер лишается права на получение компенсации за оплату капремонта». Даже если этот зарегистрированный фактически вместе с пенсионером не проживает, тому не удастся восстановить право на выплату, пока не будет решения суда о признании жильца бывшим членом семьи, который общее хозяйство с льготником не ведет и жилым помещением не пользуется. Идем дальше. Проблема третья. Лишение специальных доплат и льгот. Во многих регионах одинокопроживающие пенсионеры пользуются правом на дополнительные выплаты и льготы. Поэтому они рискуют их лишиться в случае регистрации жильца на своей жилплощади. Например, в Москве одинокие пенсионеры освобождаются от оплаты за вывоз ТКО в пределах социальной нормы. В Московской области с этого года одинокопроживающим неработающим пенсионерам старше 65 лет полагается ежемесячная доплата к пенсии до 17 тысяч рублей, при условии, что они постоянно проживают в Подмосковье более 10 лет. А в Санкт-Петербурге одинокопроживающие пенсионеры имеют право на компенсацию расходов по покупке газовой или электрической плиты, а также водонагревательной колонки. Друзья, подписывайтесь на наш канал «Приоритеты» и пересылайте это видео своим знакомым пенсионерам. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok